Война в Израиле. Со вчерашнего вечера продолжают поступать новости про гуманитарные коридоры, которые просят открыть ООН для эвакуации мирных жителей из сектора Газа. Издание «Аксиос» со ссылкой на американские и израильские источники даже сообщало о том, что Израиль и Египет достигли принципиального соглашения о создании такого коридора для беженцев из сектора Газа. Однако позже издание «Джерусалимпост» со ссылкой на источники в египетских службах безопасности заявил, что Египет отказывается открывать коридоры для беженцев из Газы. По данным источника Reuters, страна приняла такое решение, чтобы «защитить право палестинцев отстаивать свое дело и свою землю». При этом более 338 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, число перемещенных лиц на территории с населением 2,3 миллиона человек к вечеру среды увеличилось на 75 тысяч и превысило 338 тысяч. Появилась новая информация и о погибших в секторе Газа. Местные власти сообщают о смерти 1100 человек, 326 из них – дети. Еще более 5000 палестинцев ранены в результате обстрелов. Израиль также продолжает подсчет потерь. Убито 1300 израильтян, более 3000 ранены. Видимо, именно с этими огромными цифрами связано беспрецедентное решение главного раввина Цахала. Бригадный генерал Эйаль Карим постановил – процедура опознания тел продолжится и в субботу, то есть в шаббат – традиционный день отдыха. Такого не было даже во время войны судного дня 50 лет назад. Тогда, за 19 дней боев, Цахал, по разным оценкам, потерял убитыми от 2,5 до 3 тысяч человек. Сейчас армия обороны Израиля продолжает подготовку сухопутной операции внутри сектора Газа, стягивает солдат и технику, проводит подготовительные бомбардировки. Times of Israel со ссылкой на Цахал пишет, что ударом подверглись десятки объектов. Пресс-секретарь армии обороны Израиля Джонатан Конрикус уточнил, что израильские военные, в числе прочего, нанесли удары по сети туннелей Хамас в секторе Газа. Об этом сообщает русская служба BBC. Также в Цахал заявили, что израильская авиация нанесла удары по резиденции высокопоставленного боевика в варских силах Хамас Мухаммада Абу Шамлы. Эту резиденцию он использовал для хранения оружия. По данным военных, Абу Шамла был убит. Представитель Цахал Даниэль Хагари сообщил журналистам, что ночью также был убит боевик Мустафа Шанин, который снимал и транслировал нападение Хамас на Израиль 7 октября. По данным корреспондента Аль-Джазира, работающего в Газе, сегодня ночью в результате обстрела за два часа погибли 33 человека. А министр энергетики Израиля заявил, что в секторе Газа не будет ни воды, ни электричества по газоложнике, не вернуться домой. Процитирую пост Израиля Каца в соцсети Экс, ранее Твиттер. «Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, и ни один бензовоз не въедет на территорию Газы до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой». Конец цитаты. Я напомню, что на территории сектора Газа остается от 130 до 150 заложников из Израиля и других стран, захваченных боевиками Хамас. Цахал утверждает, что заложников держат в развитой системе туннелей, которую Хамас проложил под сектором Газа. И к новостям войны в Украине. Сегодня ночью ее территорию снова обстреляла российская армия. По данным Воздушных сил Украины, было запущено 33 дрона Камикадзе «Шахет». 28 из них удалось сбить силами ПВО. В том числе 10 беспилотников были сбиты над Одесской областью. «На дом! Дом! Они в дом стрельнули! Вон, смотри! Искры!» «Искры! Пошли, свет потужился!» В Измаильском районе в результате атаки зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. Одна женщина пострадала. В результате обстрела Херсонской области погиб один человек. Еще двое пострадали, в том числе и один ребенок. Кроме того, накануне в результате российских обстрелов в Днепропетровской области была разрушена гимназия. Четверо сотрудников погибли. Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Кроме того, по его словам, из-за обстрела в городе повреждены 42 частных дома, 18 хозяйственных сооружений, линии электропередач и один инфраструктурный объект. Запорожская область также попала под обстрел. В результате попадания ракеты в жилой дом погибла пенсионерка. Еще несколько жилых домов разрушены. В России также новые атаки. Три человека, в том числе маленький ребенок, погибли в Белгороде в результате падения беспилотника. Еще два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии. Два жилых частных дома практически уничтожены. Еще несколько повреждены. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотник сбили российские ПВО. Все переживаем, все с полезным близким родственникам погибших. Слов утешения здесь мы не сможем найти никогда. Мы постараемся помочь. Между тем, местные СМИ начинают публиковать подробности произошедшего. Так стало известно, что погибшие – это бабушка, дедушка и их четырехлетний внук. Его родители пострадали в результате падения дрона и сейчас находятся в реанимации. Продолжение следует...